Привет, друзья! Сто лет, сто зим! Вот она я! Я возвращаюсь, как и обещала, немножечко взяла время. Были причины, серьезные, иногда в жизни происходят разные, абсолютно неожиданные вещи. Это то, что произошло со мной. Не буду вдаваться в подробности, это сейчас уже не имеет значения. Просто мне пришлось пройти срочную операцию, но сейчас уже все хорошо. Поэтому давайте начнем с вами как бы с нового листа. Все-таки уже осень, листья это наша тема, поэтому новый лист в моем блоге. И мы начинаем сезон осень. Осень-зима 2018. Поехали! Готовить много не могу. К сожалению, пока что в плане не готовки, а в плане стояния. То есть стоять долго и сильно не могу, поэтому готовлю мало. Вот не поверьте, при том, что я делаю самые великолепные пельмени. Мы решили для разнообразия купить пельмени покупные. Вот это неплохая у нас фирма. Вот эту мы берем. Вот здесь у меня были украинские. Вчера мы уже съели, а сейчас детям говорят. Вот, это типа украинские со свининой. А это та же фирма, только лишь куриные. Где так? Куле, чикин, куриные. В каждом среднем они пишут 70 штук. Но это не все я сразу варю, естественно. Просто остатки со вчера деткам. И на сегодня. Сегодня у нас в Антарио P.A. Day. P.A. Day это, вы знаете, Professional Activity Day. Это день, когда дети не ходят в школу на учителя. Работают. У меня пакет. Это зимние вещи. То есть, да, это еще не Новый год. У вас видео правильно включено. Вот, это просто там шапки, луковички. Я уже вытащила. Детки, тише, не орите. Вот. В общем, они дома, сходят с ума. У меня немножечко клиенты были сегодня. Поэтому, в общем, они, конечно, подустали уже как бы, да. Я им разрешила поиграть немного в Xbox. И вот они сидят, играют. Не могут там что-то поделить. Не могут решить, кто там что будет делать. Когда-то все время что-то нажимает, щелкает, а до нервничает. В общем, им там весело. Поэтому я им пока решила сварить пельмешки. Что потом, помню, ко мне опять еще придет один вечером клиент. Ну, в общем, ребята, я очень рада вернуться. Я очень всем благодарна, кто писал мне личные сообщения. Кто переживал. Но я уже вернулась. Уже я здесь. И, как сказать, более оживленная, еще с большей мотивацией возвращаюсь к вам. Многое не изменилось. Мы с вами последний раз общались, когда мы приехали из Монреаля. То есть, это было начало сентября. После этого меня так жизнь закрутила. Закрутила, закрутила. Неожиданно обнаружилось то, что обнаружилось. Пришлось вырезать то, что пришлось вырезать. И могу вам сказать, что, конечно, с медициной канадской я сталкиваюсь уже не впервые, к сожалению. И я не знаю, кто сказал о том, что медицина плохая в Канаде, кто меня постоянно пугал. Но я могу вам сказать, что до сегодняшнего момента, все то время, что я каким-то образом сталкивалась с медициной, или мне требовались какие-то обслуживания, сервис, в том числе операция, госпитализация, могу сказать, что, в общем-то, только положительные отзывы у меня. Все только положительные. Маленькие. Маленькие. Типа, милет. С молочком. Маленькие. Маленькие. Я иду в тапочках, в креслах, на обед. Опять сок, сок такой, гран-при коктейль, гороховый сок, все очень горячее, лазанья, какой-то йогуртик, там чаек. Это вид с моего окна. Я дошел сюда, выдыхаю воздух. Я сижу на креселке, мне сказали сидеть. Стараться лежать, только идти, если спать. Вот я сажусь. Вот так. Сейчас я буду кушать. Я додвину себе столик. Вот так. Буду кушать. Сейчас соседка у меня и все. Моя палата. Хочу вас так показать, чтобы было более симпатично. Тут у меня на телевизоре крутятся наши фотографии Дошкины. И Душка, и я с ним. Зайкуся маленький. Решила поставить, то у меня везде Габи. Габи крутится. Хочется немножко вспомнить, какой был Душка маленький. Вам нравится? Это мой такой очень красивый оброшечка. Мне очень нравится. Профессионально. Вот зайкульчик мой. Мой зайка. Вот это тут показывает. Вот это я с ним здесь. Я с ним. Еще в Тель-Авиве. Малыш, два годика. Такой карапузина. Так классно вот эти фотки, что здесь выставят. Мне кажется, всегда очень прикольно. Эх, смешной. Смешной бусинка. Боже, как они там кричат внизу в бейсменте. Как они там кричат, зайкульчик мой. Вот он тут у Маски какие-то смотрит. Эти маленькие, мой зайчик. Так, водичка закипает. Единственное, что я хочу еще бросить. Все, так как пельмешки покупные. Да я и в свои это бросаю, но в покупные хочется, да, немножко больше вкуса. Немножечко черного перца, английского, горошком. В водичку, как они закипели. Но пробный листочек, конечно, не помешает. Вот, два листочка, два листочка. Так, сначала закинем остатки вчерашних. И немножко сегодняшних сварю останется больше. Мы все даем. Я тоже не против перекусить. Потому что вчера я им сварила вечером. А Габи такая, мама, я хочу еще добавку. Я говорю, ну так, будет добавка. Так вот, что сегодня они занимаются двойным вареньем. Я уж сразу наварю, чтобы им было штучек по 15. Они маленькие, эти пельменишки. Максимум даем. Все. Отлично. Я никогда не смотрю на инструкции, что пишут производители на пельменях. Я стараюсь немножечко их раньше вытащить из морозилки. То есть я ставлю воду кипятить и вытаскиваю пельмени, чтобы они, как бы, ну, уже не было шока. У них большого, когда они попадут в кастрюлю. Я вам покажу, что у нас получилось. Все, мои красавчики. Уже они кипят. Я засекаю 10 минут. 10 минут. И вот здесь все у нас чудо расчудесное. В подсоленной воде, конечно же, варится. Так что все. Через 10 минут детки будут ням-ням. Ой, вот смотрю сейчас. Миша Портнов показывает. Какой-то они обалденный торт кушают в гостях. Какой-то там яблочный полезный торт. Что касается тортов, у меня же все приближается к Габули на день рождения. Нужно делать тортик. Так как я обычно все это заранее, и подарки, и все закупаю. В этот раз пока не могу еще водить машину. Не смогу несколько недель. И завишу от Кости, конечно. То есть это значит, что ему нужно какой-то брать либо выходной, либо отходной. Либо как-то. Чтобы нам вместе ехать, пока не в школе. И там все это закупить. И это, в общем, очень тяжело все. Поэтому я надеюсь, что у нас вот уже в ближайшее воскресенье, 28 октября, у нее день рождения. Я организовала в студии. Мы будем делать в арт-студии, там, куда она ходит. Там же, кстати, будет и дошно проходить день рождения. Я сначала, на самом деле, для него договорилась с ней. А потом подумала, что, скорее всего, и габулечки там сделаем. То есть там на небольшой, там 6 человек вместе с габулькой будут. Они придут, нарисуют кого-то героя, заберут с собой картиночки домой. Ну и туда я уже принесу пиццу, тортик. И все, извините, пожуки для деточек. Там чипсики, шмипсики, вот такое. Соки. И все. И мы вот, так сказать, на нейтральной территории отпразднуем габулин день рождения. Единственное, что нужно, конечно, купить ребенку подарки. Конечно, какие-то украшения. Конечно же, все эти продукты купить для дня рождения. Конечно же, купить продукты для торта. Я хотела делать торт одного из лошадок. Это My Little Pony. Это то, что ей нравится. В общем, хотела просто залить форму. И потом в форме там отпечатываются все эти рельефы. И хотела просто их кремом обвести и все. В общем, пошла по секонд-хендам всем смотреть. Ничего не было близ лежащего. Мне подсказали, что в Балк Барн. А я написала в группе в одной. И мне написали, что в Балк Барн. Я даже не знала. Это такая сеть магазинов, там, где приправы продаются. В общем, все для выпечки, все на развес. Такое вот именно все. У них можно снять. Ну, помимо того, что можно купить. У них можно также снять форму. День 2 доллара стоит. То есть, тоже идея. А потом мне девочка написала в личку. Говорит, я не писала про Алиэкспресс. Боялась, что меня, значит, забросают там тапками. Но если бы заранее можно было подсуетиться, то, в общем, в Алиэкспресс можно заказать тоже формы. Просто заранее, да, у нас в Канаду 2 месяца Алиэкспресс идет. Ну, вот. Так что, ну, вот так вот как-то. Поэтому это то, что касается тортов и дня рождения, к которым мы готовимся. Пушкать? У нас в туалете. Я тоже в туалете. Иди, поднимайся ко мне сюда. Иди сюда. Зая. Не хочешь? Ну, как хочешь. Внимательным временем наши пельмешки уже готовы. У нас осталось 11 секунд, и мы их уже отключим. У нас пельменьки уже заварились. Все, вытаскиваем сейчас. Смазываем маслечком. Каждый себе добавит добавки, какие хочет. И поехали. Кировать покупными пельменями. Привет, мама возвращается во влог. Давно вас не было видно. Скажите хай, кабуся. Хай, ми-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Я еще сварила, вчера наварила компот. Вот такой красивый цвет. Красотун. Просто я его перелила. Дети пьют через раз с переменным успехом. Там у меня яблочки, которые уже подпарчивались. Я почистила, порезала. Там у меня клюква. У меня есть клюква полусухая. Из костка. Чуть-чуть, буквально одна жменька. И что там еще? А, и чай, который мне еще свекровь, Костина, мама, пересылала. Такой чай. Они сами, значит, сушили всякие там ягодки, листики. И туда я еще жменьку такого чая. Ну и сахарочку немножко вот так сварила. Ну, пьем понемножку. Приятельница приходила на выходных. Приятельница, подруга. Принесла такую штуку, подарила Габе. Я понимаю, что она ее в костка вызрела. Короче, это school years. Вот kindergarten. First grade, значит. First grade, second grade. И так поехала, значит, до какого-то там, до 11-го грейда. Фотографию сюда надо будет вставить за каждый год. И вот здесь всякие мы пишем. Вот так вставляются здесь фотографии. И вот здесь, значит, всякие записи. Значит, school, memories, pocket album. То есть мы все пишем здесь, когда родились, когда пошли в школу. Какие-то фотографии. Вот это все нужно запомнить. Потому что я обожаю такие книги. У меня еще стоит на рождение Габина, на первый год жизни такая книга. До сих пор не заполненная. Но я думаю, что нужно рассвободить время. Если у меня еще что-то в памяти осталось, чтобы как бы внести в эту книгу. Вот такая великолепная книга. Каждый год можно какие-то, в общем-то, памятные вещи здесь записывать. Именно школьные. Это именно школьный альбом до как бы 11-го класса. И вот здесь в каждом классе в начале года есть как бы конвертик такой сделан. Это как конверт. То есть сюда можно диски, какие-то фотографии или какие-то такие запоминающиеся записки. Вот у меня от Эдошки есть записки от учителей красивые, которые писали. Я до сих пор храню. Ну, это все на листочках в разброс. А здесь это все вот так вот воедино. Красиво смотрится. В общем, я считаю, что это очень оригинальный такой подарок. Или даже как для семьи, для самого себя. А, то есть здесь каждый год он идет как бы оформлен таким конвертиком, который ты можешь вкладывать. То есть в каждом году это конвертик. Дайной такой листочек. Your future looks bright. Congratulations, graduation. Ну, нам до туда еще далеко. Хотя время бежит очень быстро. Очень-очень быстро. Я еще с утра, уже время у нас на часах 5 часов. Я не могу допить кофе свой. Я в него подливаю все время чайника. Вот мы купили чайник. Показывает, сколько градусов. Я его практически кипятила. Было 100. Сейчас уже на 92. Мы новый купили, потому что тот уже перегорел. Леночка, твой чайник перегорел, который отработал сколько? Лет 10, да, он отработал. Вот здесь есть в фаренгейтах можно смотреть и в градусах. Но сейчас у меня на градусах настроено. Вот это же такой минус. Плюс. А, это если, наверное, мне больше, чем 100 градусов надо прокипятить. И вот я нажимаю. Вот. И он сейчас будет закипать. И показывать, как в нем растет температура. Оно 92. И пошло, видите, выгревается. Я не знаю. Фигня, конечно, очень быстро остывает в нем вода. Очень просто невероятно быстро. То есть за минуту. Не знаю, с чем это связано. И он очень, как бы, не такой кипяток. Я не знаю. У меня в прошлом чайнике все выключился. У меня в прошлом чайнике, вот это я доливаю в свой кофе утренний. Доливаю кипяточек. И вот так я его пью. Вот пить я буду не просто так. Моя же подруга так принесла мне конфеты. Мы их там вот прячем от детей. Сейчас я их достану. Покажу вам какие конфетки. Вот такая шикарная коробка. Она была очень красиво упакована в таком пакетике красивом. Такой из них. Вот ясно. Мы здесь уже уничтожили как бы с костей. Вот такая вот бумажка. Какие тут вкусы. Какие они все разные. Какие они все красивые. Вот какие они вот здесь разные. И вот здесь значит вторая. Второй слой. Сейчас я его раскрою, чтобы вы посмотрели. Ну вы только полюбуйтесь. Каждая конфетка шедевр. Это вот такая. Это с рисунком нанесенным. Это вообще без верха. Такая получается только крем. Вот такие. Все неповторимые. С разными начинками. Невероятно вкусные. В общем, одним словом, иду пить кофе. Вкусняшки. Вкусняшки. Так что, ребята, это был очень такой быстрый-быстрый выпуск. Рассказать вам о том, что я здесь. Я извиняюсь, что я пропала. Извиняюсь, если кому-то не отвечала. Я планирую на днях сделать видео, которое обещала еще раз о школе и профессии парикмахера в Канаде. Именно свою историю. У меня в связи с этим тоже подключились дополнительные ребята. Были вопросы от барберов, от парикмахеров. Я очень извиняюсь, что взяла время, но я планирую на этой неделе выпустить это видео, которое будет рассказывать о профессии парикмахера и как стать парикмахером. Попытаюсь ответить на все вопросы, зацепить то, что я не обсуждала в предыдущих видео из этой рубрики. Поэтому, кому это интересно, оставайтесь. Ждите, это видео обязательно появится. А для тех, кто просто смотрит по будням сына, и для того, чтобы быть и оставаться по будням сына, я буду рада вас видеть. Потому что всегда я что-то показываю семейное, интересное. По крайней мере, на мой взгляд, мне так кажется, что это семейное, интересное. Я не знаю, как для вас. Поэтому, ребята, всем желаю вкуснейшего вечернего, утреннего кофе, какой вы там пьете, отличного настроения. Пусть ваша семья вас поддерживает, любит, цените друг друга, любите друг друга, уважайте друг друга. Просто всем хорошего настроения. Всем пока, до скорых встреч. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok